Орловский стадион Динамо ежевечерне превращается в место, где паркуются инопланетяне. Нет, на футбольном газоне не остается пресловутых кругов от посадки НЛО. Здесь остается след от протектора. Следит, например, Оптимус Прайм сородичем, еще одним автоботом. Узнали, кто это? Нет, друзья, это не Бамблби, это Вазбелби! Аплодисменты! Это дефиле трансформеров, постреливающих для эффекта из оружия, в котором используется технология газ-шутинг. В шоу, устроенном театром спортивных и зрелищных представлений «Каскадер», выступление трансформеров как гвоздь программы. Еще один гвоздь – это номера с бигфутами, машинами размером с дачный домик. Но в самом начале шоу зрителю показывают не великолепие машин и не результат работы изобретателей и конструкторов этого экстрима мотор-театра. Зрителю показывают великолепие самих «Каскадеров». Конечно, эти сцены – не изготовление металлических лепешек и старых «Жигулей» посредством монстр-траков. Ничто не стреляет и не сверкает фарами. Но именно в этих номерах «Каскадеры» демонстрируют свои умения и лихость. Именно эти номера заслуживают самых звонких аплодисментов. И пусть такие фокусы «Каскадеры» показывают на гастролях театра много-много раз и в разных городах, но от этого их трюки не становятся менее опасными. Или вот. Итак, одно колесо снято. Второе колесо снято. Ваши аплодисменты. Исключительно двухколес на автомобиле. «Но сейчас задача наших ребят вовремя успеть поставить запаски на пьедестанке и были выброшены поездки». Расскажем, что ядром экстрим-театра является коллектив под названием «Группа А». Она появилась в далеком 1989 году. «Каскадеры», занятые в шоу. Спортсмены, побывавшие на пьедесталах для мастеров авторалли и автокроссов. Еще они – артисты. Не зря ведущий хвастал, что все показанное на дорожке стадиона иначе увидеть можно только в боевиках и фильмах экшен. Там каскадеры снимаются тоже. Почувствовать себя на их месте предложили публике, организовав для самых смелых двухколесное такси. Оставшимся на трибунах велено было слушать. Расскажем еще, что для каскадеров дать интервью перед выступлением – плохая примета. А после выступления мы сами решили их не беспокоить. И без того хватало желающих взять автограф и сфотографироваться вместе. Поэтому крупных героев шоу мы не покажем и слова в эфире им не дадим. Просто заметим, что появление в Орле афиш театра «Каскадер» – это примета хорошая. Сергей Быковский, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».